Девушки отдыхают Это Стартоп, спортивное издание. И со мной, как всегда, мой надежный соведущий Чак Найс. Как жизнь, Нил? Чак является профессиональным стендап-комиком, актером и энтузиастом по части спорта, несмотря на то, что им в жизни он никогда не занимался. Потому что это просто энтузиазм? Точно, а не участие. Ну, конечно же, мой второй соведущий является профессиональным бывшим спортсменом, и сейчас он является футбольным диктором. Все верно, Гарри Орайли? Да, сэр. А за кого ты играл в Великобритании? За Тоттенхэм, Хоцпур, если ты знаком с ними, за Кристал Пэлэс и Альбион, последний клуб, более известный. А, то есть ты не мог работать в одной команде, да? Я был настолько хорош, что от меня избавились аж три раза. Но здесь два варианта, либо они все хотели тебя, либо все не хотели. Но ты можешь оставить это в секрете. Ты знаешь, я попадал под сокращение на протяжении 14 лет. Гарри, в прошлом году мы ввели программу, посвященную марихуане и некоторым противоречивым суждениям, связанным со спортом. И кажется, что далеко не все еще было сказано, поэтому что ты подготовил на сегодня? Да, в прошлом году, когда у нас была дискуссия с доктором Стэйси Грубер, аудитория была просто в восторге. И здесь присутствует доля каламбура, потому что травка зазеленела на поле. Мы обсудили тему с нашим спецом, и после того, как мы все рассказали, мы были открыты к вопросам публики. Мы были там и собирали урожай их космического любопытства, если можно так выразиться. Что тоже стало неотъемлемой частью передачи. То есть, частично это было похоже на космические вопросы. Да, поэтому можно сказать, что поток передачи направляла сама публика. Каждый был вовлечен в этот процесс, и в прошлый раз мы пришли к выводу, что мир во всем мире можно установить, если мировые лидеры накурятся вместе с Чаком. Что было просто великолепной идеей, выражаясь моей классической британской сдержанностью. Да потому что этот путь настолько прост, и я всегда говорю людям, что все ответы вы найдете там. И мы поняли, что легализация марихуаны находится далеко за пределами научного понимания и научных данных. И сейчас, связав все воедино и опираясь на научную работу доктора Грубера о каннабиноидах, я предлагаю выяснить, что происходит в мире сейчас, и какие еще научные исследования медицинского характера освещали вопрос о каннабиогеоле. После чего мы перейдем к вопросам публики, удовлетворив, как я сказал, их космическое любопытство. Отлично. Это значит, что у нас в эфире снова Стэйси Грубер. Добро пожаловать, Стэйси. Благодарю, мне приятно снова быть вашим гостем. И позволь мне тебя представить. Стэйси является руководителем Центра когнитивной клинической нервизуализации психиатрической больницы МакКлина. Но это не все. Ты также являешься доцентом психиатрии Гарвардского медицинского университета. И моя самая любимая аббревиатура, ты являешься руководителем ИМНО, исследованием рихуаны для нейробиологических открытий в оригинале МАИНД. Это потрясающая аббревиатура. Ты знаешь, большинство из них просто ломают тебе язык, но это идет как по маслу. Я старалась. Это все потому, что кто-то был под кайфом, когда придумывал это. Ты хочешь хороший акронин? Просто сделай пару затяжек. И как нам это назвать, чувак? Я вижу МАИНД. Если бы только это была правдой, и ты знаешь, я бы очень хотела, чтобы в заголовке к этому видео было написано каннабис, а не марихуана. Потому что марихуана имеет настолько негативную трактовку, хотя все это относится к каннабису. Но когда люди слышат слово марихуана, у них сразу же всплывают трагические истории МакАнда и МакМахана, неважно. Плюс у государства есть законы, касаемые медицинской марихуаны, так что я выяснил, что мы в безопасности. Кстати, марихуана пугает только пожилых людей. Я уверен, что нет никого младше 50-ти, кто бы при слове марихуана вскрикивал, «О боже! Помилуй меня, Господь!» Они говорят о наркотиках! Ведь это же наркотик, разве не так? Но по факту они имеют в виду траву. Стэйси, кто дал тебе прозвище поддока? Я думаю, это появилось много лет назад, когда я выступал на CNN с первым документальным фильмом о травке. И потом там пошла целая серия подобных передач, и меня начали называть поддоком. Я думаю, что Санжай просто спросил меня, это правда, что твои пациенты называют тебя поддоком? И я сказала, как они только меня не называют, но да, это одно из прозвищ. Чак, ты слышал, как она его назвала? Санжей. Мы все знаем Санжей. Да, и обычно она его зовет просто Сан. На самом деле нет. Тогда уж Санжей Гупта. Давайте тогда проясним, это американский нейрохирург, и правда состоит в том, что он действительно повысил осознанность людей, касаемо каннабиса или марихуаны. Да, я думаю, что тот первый документальный фильм про каннабис на CNN был огромным шагом, с чем это должно было быть. И люди познакомились с нашей больницей, где мы на протяжении 20 лет изучали негативное воздействие каннабиса на развитие мозга, и что происходит, когда ты в слишком раннем возрасте подвергаешь себя большому количеству этого вещества. Потом это все вылилось в историю о медицинском или терапевтическом применении каннабиса, во что мы даже сделали свой большой вклад. Таким образом, это была совсем другая история, и это был первый раз, когда мир, нет, лучше сказать, страна познакомилась с идеей о том, что в этом растении могут быть нетоксичные компоненты, которые можно использовать в терапии с детьми. Например, как Шарлотте Фигги, в честь которой названа паутина Шарлотте. Это каннабис с высоким содержанием КБД, который помог этой девочке справиться с тяжелым эпилептическим расстройством, что просто удивительно. В рестлинге есть такое понятие, как реверс, верно? Да, это когда противник взял тебя в захват, и если ты просто вырвешься, то ты получишь одну очко, но есть особый маневр, когда ты одним движением оказываешься над противником, и за это ты уже получаешь два очка. Тогда это можно назвать конопляным реверсом. Потому что сначала люди осуждали употребление марихуана, затем вы, ребята, перевернули все с ног на голову и сказали, посмотрите, сколько тут всего полезного. Подожди, я хочу кое-что спросить. О паутине Шарлотте. Это история о говорящих крысах и говорящих пауках? А, нет, нет. Хорошо, что ты обратил на это внимание, потому что многие дети и подростки могут понять это неправильно. Ты имеешь в виду известную книгу Элвиса Брука Уайта, верно? Нет, нет, паутина Шарлотты – это сорт каннабиса, который был замечен благодаря высокому содержанию каннабидиола, сокращенно КБД, что является абсолютно нетоксичным. И с помощью этого вещества ты можешь начать в виде говорящих пауков. Вот к чему ты нас подводишь. Нет, но Чак точно заметил, когда мы первый раз с ним встретились. Я знала, что он мне понравится, он сказал, но тогда это объясняет присутствие говорящих змеев в райском саду. Возможно, их интимные места были прикрыты не фиговым листком. Шарлотта Фигги была маленькой девочкой с тяжелым эпилептическим расстройством. У нее случалось более 200 припадков в неделю. Она была одной из близняшек, то есть у нее была еще сестра. И ее родители были полностью измучены и подписали отказ от реанимации, что было бы губительно для 5-6-летнего ребенка. То есть ей бы не делали реанимацию в случае, если что-то произойдет. Да, точно. Представь, что у тебя близнецы, один из которых – это нормально развивающийся ребенок, а другой – несчастный ребенок с синдромом Драве, что является тяжелым педиатрическим, внезапно возникающим эпилептическим расстройством, что просто единственное. Они были однояйцевыми близнецами? Да, они были полностью идентичны, значит, там был риск заболевания у сестренки. Я полагаю, что да, но вторая девочка была абсолютно здорова, и их родители – это замечательные люди, и они познакомились с этим маслом с высоким содержанием каннабидиола. Братья Стэнли из Колорадо обнаружили место происхождения данного растения, включающего высокое содержание КБД, что не доставит вам кайфа к разочарованию хиппи, но даст вам масло. Они дали его Шарлотте, и что произошло? От 200 приступов в неделю не осталось почти ни одного, и большую часть своей жизни она не страдала от приступов. К сожалению, она умерла от ковида, 2020-й, был очень тяжелым годом. Да, но этот ребенок от состояния, когда она не могла ни ходить, ни говорить, перешла в состояние, где она могла быть нормальным ребенком. Но это современная история, это произошло совсем недавно, и я извиняюсь, что начал эту тему с разговоров о пауках и крысах. Но в честь Шарлотты они назвали это растение, паутина Шарлотты, что, я думаю, очень мило. Да, это очень красивое название. Очень красивое, и в нашей памяти она будет жить вечно. Ее жизнь вошла в историю. И это был первый случай, когда национальная осознанность поднялась на новый уровень, когда люди начали думать, а может быть в этом что-то есть. И, конечно, многие люди сказали, постой-ка, ты что будешь употреблять коноплю, где, между прочим, высокая концентрация КБД и низкая, а в некоторых случаях она равна нулю концентрации ТГК. Да, это правда. До тех пор, пока люди тебя помнят, ты не умираешь. Это особая форма бессмертия, когда твои родные и близкие люди тебя не забывают. И ты только что это доказал, Нил. Хорошо, над чем ты работала в последнее время? Ты же имеешь докторскую степень по нейронаукам. Это значит, что ты пчелка-трудоголик. Чей мозг в твоем поле зрения сейчас? Стараюсь быть в работе. Сейчас мы многое время уделяем созданию новаторских подходов к различным болезням или болезненным состояниям, которые поражают людей. И мы также разрабатываем систему оздоровления для них. Будет не лишним сказать, что программа Майнд включает в себя множество различных исследований. Например, мы проводим первое лонгитюдное наблюдательное исследование людей, принимающих каннабис в медицинских целях. И мы смотрим на то, что люди принимают, на реальные продукты в реальной жизни. Мы смотрим на то, что из себя представляет продукт, как его принимают, когда его принимают, и что происходит с людьми с течением времени. И данные наблюдения длятся не неделю и не две, а несколько лет. И мы также работаем с нейровизуализацией. Хорошо, я просто хочу уточнить, ты только что описала, что значит лонгитюдное исследование. Оно занимается долготой, если использовать аналогию с географией. А есть ли исследования, которые занимаются широтой? Потому что лонгитюдные линии проложены по поверхности Земли вертикально, следовательно, когда это слово адаптируется для эпидемиологических исследований, то мы смотрим на эффект, который происходит во времени, в противовес к латитюдному. И я не знаю, есть ли такое слово в вашей терминологии, когда ты изучаешь всех за один промежуток времени. Мы называем это поперечным исследованием. Просто чтобы удостовериться, что мы все говорим на одном языке. Это отличное замечание. Для меня лонгитюдное исследование ассоциируется с видео, а поперечное с фотографией. Один момент во времени. И они оба имеют ценность для исследователя, верно, в зависимости от задаваемых вопросов? Абсолютно верно. Взять хотя бы исследование по срочному введению, когда ты даешь людям коноплю, различные мощности, различные виды введения имеют свою пользу. Я крайне заинтересована в довосрочном эффекте. Как выглядят реальные люди, использующие настоящие вещи в реальных условиях, а не то, к чему я пришла в лаборатории. Но до сегодняшнего дня у нас проводится лонгитюдное наблюдаемое исследование, у нас также есть множество поперечных исследований, и у нас есть клинические испытания, где я создаю продукты, которые были созданы с нуля, или лишь оптимизированы для лечения различных симптомов. И в профильный состав данных продуктов как раз входит КБД. Стэси, останавливаясь на том, что ты называешь профильный состав, Чак просто расстроен, что он не попал ни в одно из твоих исследований. А нужно, чтобы он был? Нет, нет, ты этого не знаешь, но это ты находишься в моем исследовании. Но на самом деле я бы хотел узнать следующее. Итак, мы знаем, что у каждого наркотика есть особое взаимодействие с химией мозга. И в результате данного взаимодействия определенные части мозга загораются и включаются в работу. И поскольку у нас есть каннабиноидные рецепторы, ты имел в виду, загораются на сенсорах. Верно. Просто, чтобы прояснить. Да. Ничего не поджигаем. Хочу уточнить, что я не сторонник наркотиков, но если мой мозг загорается, то это другая история. Но как именно действует ТГК и каким образом в этом задействованы кондоминоидные рецепторы? Потому что я слышал, как люди говорят, что этот факт доказывает, что мы должны курить травку, потому что у нас есть эти рецепторы. Они говорят, что мы созданы для травки, верно? Типа, эй, чувак, я для этого создан, у меня есть специальные рецепторы. Но все дело в том, что у всех млекопитающих есть то, что называется эндоканнабиноидной системой. Приставка эндо означает, что это находится внутри нас. Это наша собственная система. Просто подумайте о том, что вся химия и рецепторы, которые находятся внутри нашего тела, не обязательно созданы для внешних экзогенных каннабиноидов, но для веществ, которые мы сами производим. Потому что у нас есть свои собственные каннабиноиды, среди которых самыми известными являются нандомид и анандомид. Но сейчас мы оставим это и вернемся к твоему вопросу о том, что происходит, когда мы принимаем каннабис. Итак, каннабис состоит из более чем 400 компонентов, 100 из которых являются фитоканнабиноидами, что означает то, что, происходя из растения, они взаимодействуют с нашей эндоканнабиноидной системой. ТГК является самым известным компонентом, я думаю, люди знают больше, но по своей природе ТГК является психотропным, опьяняющим компонентом растения. ТГК имеет близкое родство с нашим рецептором CB1, что обеспечивает быстрое сцепление. У нас есть два таких рецептора, CB1 и CB2. Поэтому ТГК и рецепторы CB являются очень дружелюбными по отношению друг к другу, в результате чего они очень хорошо связываются. Рецептор CB1 находится в головном мозге, а рецептор CB2 в основном на периферии, в кишечнике. Все это дает ответ на вопрос, почему мы подвластны воздействию ТГК. Интересно, что мы только сейчас начали обнаруживать, что, например, КБД, который является первоначальным, но абсолютно нетоксичным компонентом растения, расхваленный за свой терапевтический потенциал, абсолютно никак не связывается с CB-рецепторами. Оказалось, что он меняет свой эффект в зависимости от рецептора, к которому он прикрепляется. Это может быть серотониновый рецептор, 5-HT1A или ванилоидный рецептор. И это позволяет тебе понять, почему окружающие люди так негативно реагируют, если внутри тебя работают сразу несколько каннабиноидов в одно время. Ты можешь получить так называемый эффект антуража, что происходит в результате синергетического взаимодействия каннабиноидов. В данном случае 1 плюс 1 равно 3, или целое всегда больше, чем сумма его частей. Человек серьезно думает, что наш мозг имеет такую химию, а это растение может на него так повлиять прежде всего, потому что Бог таким образом хочет, чтобы мы были под кайфом. Чак, ты что и правда в это веришь? А как ты думаешь, мы появились? Бог накурился. Доктор, я должен вас спросить, а то я думаю, мы скоро уйдем на перерыв. У нас тут в комнате есть слон, которого мы не замечаем. В связи с актуальными событиями последних лет, проводились ли какие-либо исследования, направленные на использование каннабиноидов в лечении ковида? Владеете ли вы подобной информацией? Да. КБД и другие менее известные каннабиноиды, о которых я сейчас думаю, играют очень большую роль, и действительно могут помочь, потому что КБД был замечен как высокоэффективное противовоспалительное средство. Вспомните, каждый день мы умираем, либо от оксидантного стресса, либо от воспаления. Это именно то, с чем мы каждый день сталкиваемся. Постковидный синдром запускает цитокиновую бурю, что является предвоспалительным этапом. Можем ли мы что-то сделать, чтобы нивелировать последствия? И на эту тему была проделана крайне интересная и убедительная работа. Позволь мне добавить, вся проблема в том, что тело продолжает излишне сильно реагировать, верно? Я бы сказала, что да, хотя это не является моей областью, но такое действительно происходит, а значит, в этом есть смысл. К сожалению, ты можешь чувствовать себя лучше, но это не означает, что твоему организму стало лучше. Некоторые из долгосрочных последствий, о которых я слышала от людей, не имеют ничего общего с тем, от чего они страдали. Их восприятие затуманивается, или они начинают чувствовать боль в тех мышцах, которые у них никогда не болели. Но это все связано с воспалительным процессом, верно? Это моя личная история. Я переболел ковидом, и я долго с ним боролся. И на протяжении нескольких месяцев после того, как я вылечился, у меня был этот, как его? Зуд. Зуд всего тела. Все чесалось без какой-либо причины, что является воспалительным ответом. Это то, о чем ты говоришь. Да, и поэтому мы можем снизить интенсивность. Не полностью избавиться от симптомов, а лишь снизить интенсивность с помощью КБД, который является крайне эффективным при воспалениях. Конечно, есть и другие средства, но в данном случае было проведено действительно убедительное исследование. Это была приклиническая работа не на людях, которая показала, что подобным способом мы можем регулировать воспаление. У нас лично есть проект, который был отправлен на рассмотрение и был посвящен похожей теме. Это новаторский способ, который раньше никогда не применяли, потому что в нем используются не только определенные каннабиноиды, но и квазиканнабиноиды, такие как джибелки. И еще раз скажу, что все эти компоненты работают намного лучше в присутствии своих так называемых друзей. Слушай, Стэйси, я думаю, когда Чак описывал свою проблему, он хотел, чтобы ты сказала... Слушай, ну в твоем случае есть только одно решение. Это накуриться и посмотреть, что из этого выйдет. Вообще, нам нужно уйти на небольшой перерыв, и когда мы вернемся, то вы узнаете еще больше от нашего поддолга доктора Стэйси Грубер. Мы продолжим то, на чем мы остановились, и затем перейдем прямо к вопросам. Потому что это гибридный выпуск Стартофа, спортивное издание. Гибридное? Гибридное? Ну ладно. Можно и так. Ждите. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.